всем привет с вами Мэнфис 0087 и сегодня у нас очередной обзор с последними новинками и не совсем новинкой а именно черной пантеры и так обратная тяга царь скорпионов кладбище домашних животных и черная пантера поехали начнем мы с обратной тяги культовый фильм я бы сказал про пожарников не так много хороших фильмов а тут отличное кино от рона ховарда уже классика жанра чего стоит только один актерский состав курт рассел уильям болдуин и роберт де ниро не так давно вышел сиквел сразу на видео он ужасен я вам скажу поэтому советовать смотреть его не стоит а уж тем более покупать лучше прикупить вот этот вот оригинальный фильм вышел на нас только в 4к на обычном блю-рей не выпускали его поэтому придется раскошелиться для поклонников данного фильма здесь у нас такая довольно приятная огненная обложка с главными действующими лицами с обратной стороны информация фильме дополнительных материалов информации нет возможно их и нету нужно будет проверить такой вот слеп и амарей повторяющий обложку слепа накатка как всегда зарубежная 4к релизах соответственно внутренний арт все же есть для тех кто решит поменять черный бокс на классический синий но это уж как говорится кто как извращается дальше у нас продолжаем собирать коллекции фильмов marvel точнее до собирать недостающие фильмы здесь у нас черная пантера blu-ray 3d blu-ray на мой взгляд переоцененный фильм еще и получил куча номинаций на оскар по-моему выиграл только в костюмах но тоже хороший результат конечно для него кто бы мог подумать но вся эта черная тема толерантность и все прочее для америки расизм не расизм уже порядком поднадоело здесь у нас есть дополнительные материалы их очень много как обычного marvel есть что посмотреть и что почитать поэтому определенно в коллекции стоит получить такой амарей опять-таки повторяющую обложку слипа выходила и обычная 2d издание здесь же у нас 3d 2d как видите так вот некрасиво сделал издатель и положил друг на друга два диска хотя учитывая стоимость релиза могли бы сделать два держателя на старте продаж стоил фильм тысячу рублей сейчас он чуть подешевле можно его найти поэтому коллекцию определенно всем поклонникам marvel стоит приобрести дальше у нас идет царь скорпионов здесь у нас скала нынче очень популярен занимает первое место по версии журнала forbes но начинал он именно вот с таких вот проходных фильмов а именно старец царя скорпионов по моему он появился в третьей мумии небольшой роли как раз таки этого царя с ужасной графикой но спустя годы так скажем скала одумался начал выбирать проекты начал сам продюсировать и у него это начало получаться гораздо лучше и как результат любовь фанатов отличное кино и первый номер в списке журнала forbes дополнительные материалы здесь есть комментарии режиссера Чака Рассела только что к моему удивлению было снято то ли два еще сиквела то ли три зашел тут на кинопоиск решил посмотреть и смотрю уже три фильма сделали сверху этого правда уже с другими актерами но рейтинг у него у них еще хуже чем у этого фильма лучше уж посмотреть трилогию мумия отличное развлекательное кино на блюре ее выпускали у нас поэтому кто не приобрел определенно стоит обложка опять повторяет слип и такая вот накатка внутренний арт также имеется здесь у нас с крупным планом скала Дуэйн Джонсон последнее что я с ним смотрел это Хоббс и Шоу я как бы давно не являюсь поклонником вселенной Форсажа но этот фильм мне понравился отличное развлекательное кино с шутками прибаутками ей отлично конечно все держится на главных двух актеров а именно стетами и в Скале отличный дуэт и отличная у них напарница по моему Джессика Кирби ее зовут отличная девчонка надеюсь у нее все сложится очень нравится эта актриса и в прошлом фильме своем а именно миссия невыполнимого последствия тоже она здорово сыграла и так последний релиз в этом обзоре это Кладбище домашних животных фильм мне совсем не понравился я делал обзор на классический фильм который гораздо лучше на мой взгляд этот же фильм весьма такой проходное кино на мой взгляд здесь у нас есть альтернативный конец синг удаленных расширенных сцен и ночные кошмары вот такие вот дополнительные материалы в фильме играет Джейсон Кларк этот актер мне совершенно не нравится возможно еще и по этому в фильм мне не зашел ну что уж тут поделать актеров мы к сожалению не выбираем выбирает их продюсеры и режиссеры такая вот обложка на амареи гораздо симпатичнее чем просто такой вот крест ну тут здорово стильно сделано кошка мертвые кресты здорово по роману Стивена Кинга кто не знает кладбище домашних животных и здесь такая вот информация об издании внутри карточки такая вот накатка опять таки на английском языке внутренний арт и давайте рассмотрим главную ценность этого издания а именно карточки такая мрачная картинка маски промо материалом фильма шли как раз таки такие вот маски кошек я выиграл одну из таких масок прям совсем простая как в нашем детстве были маски на новый год то есть из тонкого и тонкого пластика но как дополнение к этому фильму кто понравился вполне себе можно и оставить ее и токсическая такая вот флайер по-моему с таким мартом был в кинотеатрах перед выпуском фильма таких вот 5 карточек не совсем удачного фильма но все таки стивен кинк нынче у нас опять в моде и вот такой вот обзор последних новинок выходивших на блюрей на 4к блюрей выбирайте все фильмы разные не все достойны быть в коллекции но тут уж каждый решает сам спасибо за просмотр оставляйте отзывы комментарии подписывайтесь на канал группу вконтакте ставьте лайки поддержите это видео новые обзоры обязательно будут до новых встреч пока